Как мы можем понять, что такое Божественная Любовь? Многие люди ищут Любовь. Они хотят любить. Как они могут понять природу Божественной Любви? Что такое Божественная Любовь? Как мы можем понять, что такое Прэма? Какова ее природа? Какова Божественная Любовь? Мы хотим этого Явления, но мы не можем понять, что это такое. Как вы поймете, если вы не достигли той Земли? Если вы не ступили на ту Землю, прежде всего необходимо достичь того измерения, и тогда вы получите этот плод, трансцендентного Дерева Преданности, Бхактилаты. Когда эта Бхактилата будет расти в вашем сердце, то если ей будет оказан ложный уход, то благодаря такому уходу и заботе растение будет расти и, в конце концов, принесет плод. В начале семя сажается в почву. Когда он получит это семя от саду, тогда он посадит его должным образом и будет заботиться, ухаживать за ним посредством своей саданы, и растение будет счастливо расти. Растение Бхактилата, растение преданности, когда за ним ухаживают должным образом в сердце, заботиться посредством практики, это явление зовется Бхажана Крии. Анардха уйдет. Что значит Анардха? Нежелательные препятствия. Так или иначе? Адаушрадха татасадхасанга. Так это объясняется в Бхактирасамрита Синду. Таков процесс, процедура, когда вы будете жить в этом измерении служения, привязанность к Господу, полнота привязанности возникнет. И возникнет отвращение или равнодушие к этому бренному миру. Ты не почувствуешь, что такое подлинное Кришна-премя, до тех пор, пока ты не достигнешь анардханеврития, чистоты. Это правда. Если семя Кришна-према вы получили в Бхактилата-бидже, если вы посадите это семечко в своем сердце, то каждый день вы будете о нем заботиться должным образом, и чувства будут возрастать, усиливаться, по мере роста Бхактилаты, и будет возникать все больше и больше привязанность к Господу. Привязанность к этому бренному миру будет уменьшаться, и будет усиливаться привязанность к трансцендентному плоду. Трансцендентные чувства будут расти, усиливаться с каждым днем в твоей практике. До достижения ручья полная привязанность к Господу невозможна, но по достижении ручья привязанность будет возрастать. Эта привязанность называется любовной привязанностью. Она будет возрастать. Любовная привязанность к Господу. Этот бренный мир Необходимо оставаться на этом уровне для дживы души. Настроение преданности 24 часа в сутки такой человек будет тратить ради своего возлюбленного, и этот возлюбленный Господь Кришна. Он будет вызывать Кришну правил. И все больше и больше любовь будет возрастать с каждым днем безграничным образом. В нашем сердце может загореться искра, некий проблеск, и мы увидим нечто о природе Божественной Любви к нашему Господу. Мы узнаем нечто об этом. Шри Чайтанья Сарасвад Матх представляет Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж. Многие люди думают, что Россия – это атеистическая страна. Но это совершенно ложное представление. «Вас очень ждали, многие из нас приехали за тысячи километров для того, чтобы встретиться с вами, увидеть вас». Она говорит, что мы ждали вас так долго. Многие из нас проехали тысячи километров, чтобы увидеть вас. «У нас такая возможность увидеть вас, поговорить с вами». И мы думаем, что это величайшая милость Верховного Господа Кришны, то обстоятельство, что мы сумели обрести вас Даршину и поговорить с вами. «У нас такая трогательная, что многие из нас не спали. Вчера встреча была настолько трогательной, что многие из нас не могли уснуть. Махарадж, прежде чем мы воспеваем Святое Имя, должны ли мы думать, что «Я предлагаю себя моему Гуру Деву, иначе как мы будем воспевать?» Они, Гуру, мои Гуру воспевают, а мы служим им. Тоталитарная война против Майи. И нас не заботят детали. Незначительные различия не имеют значения, поскольку война носит тоталитарный характер. «Мы все женщины. Кришна — единственный мужчина». Это было непостижимо. Перед Кремлем на Красной площади они танцуют и поют хоре Кришна Махамантру. Но это стало реальностью. И эта истина, эта реальность стала российской реальностью. Настроение преданных таково, что преданный 24 часа в сутки думает о Своем Господе Кришне, как о возлюбленном. И это явление зовется Кришна Прэмой. И любовь будет увеличиваться с каждым днем бесконечно, безгранично. до этого, до наступления этой стадии, искра или некий проблеск, искра будет возникать в нашем сердце. И мы увидим нечто о природе, трансцендентной любви к нашему Господу, но навсегда эта искра не останется. Она будет загораться и погасать, загораться и погасать. Эта женщина говорит, у Вас есть Кришна Прэма, чистая любовь Кришне. Сколько Вам времени понадобилось для того, чтобы обрести эту чистую любовь Кришна Прэма? Это хорошо. Очень хорошо. Она говорит, у Вас есть Кришна Прэма. Как много времени у Вас ушло на то, чтобы стать чистым, преданным? Да, этот вопрос. Но то, что сказал Махапрабу, прежде всего, мы должны понять эту истину. Объясни. прежде всего, нужно понять то, что сказал Махапрабу. Махапрабу, наш Гуру, Гуру всей Сампродаи. И то, что Он сказал. Прежде всего, необходимо понять это. Я прошу прощения. Сначала необходимо понять то, что говорил Махапрабу, поскольку Он является наставником всей нашей Сампродаи. о нынке. Преема Гандхасти дарапиме арау крандами сокгахка парану прадаши дэв мангси вилася наналука нангбина бибарми джат прана патанга карабритан Это шлока. У меня нет ни капли Кришна-премы, ни частицы, ни толики. Но я лью слезы по Кришне, и это всего лишь спектакль, предназначенный для других людей, призванный убедить их в том, что я обладаю Кришна-премой. Моё сердце нет на мелком, и все, что у меня остается сейчас в плаке. То есть мои слезы — это свидетельство гордости. Мои слезы — это свидетельство... Если бы у меня была любовь к Кришне, то я бы умер. Но от разлуки с ним этого не происходит. Очень хорошо. Моего ответа достаточно. Это и есть ответ. Джая. Джая. Вы понимаете? Тот, кто обладает подлинной Кришна-премой, тот чувствует... к нему придет следующее чувство. Очень интенсивное чувство. У меня нет ничего. У меня нет этой любви. Тот, кто действительно обладает Кришну-премой, он чувствует так, как... Он чувствует, что у него нет Кришны-премы вообще. То есть он не имеет никакой любви. Если бы эта любовь была, жила во мне, если бы я обладал этой любовью, как бы я мог жить? Без Кришны как я могу жить? Да, почему я не могу жить? Напремагандхас ты тварапи-мехара Я лью слезы по Кришне, это лишь спектакль, предназначенный для других людей. В действительности у меня нет подлинной премы к Кришне. Я плачу, но мои слезы, они предназначены просто для других, а в действительности у меня нет никакой любви к Кришне. В противном случае без Кришны и без служения Кришне я не сумел бы жить, продолжать жить. Таковы чувства Махапрабху Шри Чатянья Дева. Мы очень незначительные души. Как мы можем утверждать, что обладаем Кришна-премой? Если Махапрабху утверждает это, то каково наше положение? Но природа Кришна-премы такова. Качество природы Кришна-премы. Кришна-према одаривает нас подобным чувством, вышеописанным, является источником вышеописанного чувства, чувства лишенности, отсутствия. Мы можем петь киртан или песню. Я думаю, что Вы довольны этим? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Я слуга преданных, 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 преданных» «Симон» 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 «В шастре в Писании Сам Кришна говорит «Там, где пребывают Мои преданные, Я пребываю с Моими преданными» «И почему? Потому что они делают что-то, они ходят, они бегают и поднимаются с земли пыль и я хочу посыпать мое тело этой пылью таким образом пыль стоп преданных я хочу посыпать ею мое тело мой английский очень скверный и таким образом я хочу обрести благо я хочу стать благоприятной личностью это слово звучит здесь очень серьезное слово я даже не в состоянии понять как это возможно Кришна сам говорит «Бхагаван, Он все благоприятен, все благ» и Он говорит я стану благим благодаря Моим преданным и они не дают мне это благо непосредственно но я бегу за ними таким образом и так же вы слышали одну историю и вы читали возможно эту историю в книгах поиск Шри Кришны головной боли Кришны эта история содержится в книге поиск Шри Кришны в любом случае эта книга была опубликована в Сан Хосе Махараш напечатал эту книгу опубликовал ее и в этой книге возможно так же у Кришны заболела голова Нарада Госвами пришел и Нарада спросил «Как ты пробовал?» Кришна ответил «О, у меня сильно болит голова» «А какое лекарство?» Кришна ответил «Если кто-то даст пыль своих стоп то головная боль уйдет» «Ты можешь попробовать найти где-то немножко пыли этого будет достаточно но Нарада посетил многих и все опасались лишь когда он пришел во Вриндаван то гопи сказали «О, Кришна очень болен у него болит голова ты хочешь пыли наших стоп? пожалуйста возьми» все говорили «Каждая гопи говорила возьми мою пыль пыль моих стоп отдай Кришне и Нарада спросил у них «А вы знаете, что вы даете Кришне?» «О, да, да, мы знаем мы знаем, что нас ждет мы тысячу раз отправимся в ад я хочу отправиться в ад тысячу раз я не боюсь, но Кришна будет счастлив» этого достаточно для нас что произойдет с моим телом и с моей душой если это все не для служения Кришне то все это ни к чему, бесполезно таким образом стандарт преданности высокий, высочайший стандарт мы видим его в Браджа Лиле Кришне высочайший стандарт и в Браджа Гопи это очень высокое явление но мы сейчас живем в бренном мире и в низком состоянии мы будем помнить это явление прославлять его и следовать нашему божественному наставнику и тогда однажды в один прекрасный день мы обретем это положение и тогда мы сумеем увидеть посуду все благоприятное благое ожидает меня и вся тьма все неблагоприятное ушло покинуло моя тень таким образом мы обретем это наше главное богатство собственность это наше богатство рим дхан мина доди джо амар-дживон махапрабху сказал джи Кришна Прэм это наше богатство махапрабха сказал Кришна Прэма это наше богатство И там, где отсутствует Кришна Прэма, там присутствует нищета. Но единственное богатство – это Кришна Прэма, и Кришна Прэма способна дать нам все. И это необходимо, это то, в чем нуждается все и каждый, и очень быстро мы сумеем обрести это богатство благодаря преданным. Шримад Бхагаватам сказано, «Они – мое сердце, а Я – их сердце, саду. Они не знают ничего, кроме Меня, а Я не знаю ничего, кроме Моих преданных. И Я всегда следую за Моими преданными, и преданные всегда пытаются служить Мне, а Я пытаюсь служить Моим преданным». Такова природа Бога, Бхагавана. Он обладает многим, но у Него нет одной вещи, у Него нет ума, потому что Его ум похитили гопи. Таким образом, Он будет доволен нами, если мы отдадим Ему ум, Господь возьмет Мой ум и будет удовлетворен им. Один преданный молился так. И это святая правда. Кришна всегда хочет только одного от Своих преданных. Он не хочет ничего. Он полон, все принадлежит Ему, все есть в Нем. Но у Него нет одного явления – према. И это богатство зависит от слуг Хладини. А это зовется Хладини, Анандом. Хладини, Сандхини и Самбит. Ананда – это Хладини. И Ананда… Только преданные могут раздавать и распространять этот экстаз в Кришна Прэмы. И нам в высшей степени повезло, поскольку мы связаны с этим обществом. Майя – это слово Майя. Майя. Гуру Макарас сказал Маджа Майя. То, что не есть истина – это Майя. Но что есть истина? Мы не можем оставаться на этой платформе, в этом измерении. Истина. В Сатане Чаритамрите, Кришна Кавирадж Госвами дал объяснение Гайатри мантрам. Истина. Истина. В Сатанде, Истина. Диарама. Истина. Я хочу сказать это. Вишанат Чакравархи так пытался понять, какой смысл Кавираж Гуслами дал здесь. Гай три мантра, дикша, когда мы получаем дикшу, мы получаем эту мантру. Этот мантра существует 24,5 и 25 в целом умиротворенных. С этим можно согласиться, но 24,5, откуда берется эта половина, не мог понять Вишанат Чакравархи так, но он стал проститься. Если я смогу почувствовать смысл мантры, если не сумею узнать смысл, я умру, отказавшись от пищи правейшим. Если чувства и смысл мантры не откроются мне, я не хочу продолжать жить, я хочу умереть. Он думал много об этом мантры. И вот однажды, два дня прошло, на третий день ночью Радхарани явилась и открыла смысл мантры ему и сказала, Это грамматика, грамматический смысл записан в Писании, название я забыл, половина, та самая половина. Ты увидишь, и прими Прасаду, не умирай. Таков смысл мантры, сказала она. Но я говорю не об этом. Я хочу сказать следующее. Кама-гая-три. 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 Мантра. Мантра. Кришна-саруп. Есть сварупа, Кришна, не отличная от Кришны. Его голова, руки, уста, все, часть за частью, двадцать четыре и половина. Этот смысл дан, открыт. И это также не мой предмет. Мой предмет таков, предмет моего разговора. Это факт. Необходимо избегать силы Купидона. Сам Кришна является Купидоном и является в этой мантра не только в материальном мире, шарго-матка-патав. Повсюду мы видим мироздание, силу Купидона. Поэтому все испытывают влияние, воздействие Купидона. Это факт. Но каким образом мы сможем избежать влияния Купидона? Там, где присутствует сила Шри Кришны, не внутреннее, но внешнее проявление. Ковирадж Госвами сказал это. Необходимо понять, каким образом можно избежать этого влияния. У всех есть семя Кришны Сварупа. Кришна Сварупа. Так каким образом можно избежать этого влияния? И Ковирадж Госвами столь милостиво к нам дал процесс практики. Не быть Сахаджи, но быть Сахаджи. Сахаджи думают так. Сейчас весь мир. Мы видим, что меньше чем двадцать лет тому назад. Вот мы видим, все одевались очень скромно. А теперь мы видим, все ходят едва ли не обнаженными. И это произошло за двадцать лет. Двадцать с лишним лет тому назад все было иначе. Это означает, что в мире движется волна Камы, и нет то, что прежде было скрыто в настоящее время, и с каждым днем эта ситуация усугубляется. В конце концов, все будет сведено на уровень животных, отношений животных, поведения животных. Так сказано в Шимат-Бхагаватам. В Бхагаватам или в другом месте. Это шлока. Дхарма означает то, что благодаря чему можно сохранять нашу собственность, благою собственность. Имеется в виду ментальность. И это нечто связанное с религией. И это Дхарма. Постепенно этот Дхарма приведет к Кришна Бхакти. Но Адхокшаджа, это слово используется здесь. Адхокшаджа. Адхокшаджа означает наше ощущение, привязанное к материальному миру. Но то, что существует за пределами материальных чувств, это нечто есть Адхокшаджа. Бхагаватам. Такое объяснение дал Вишханат Чакрвардхипатхи, Такой. Адхокшаджа. 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 То, что есть в нас. То, что есть в нас, глаза, уши, нос, язык и ощущения, телесные ощущения называются индрия. За пределами этих чувств существует Адхокшаджа, и этот Адхокшаджа есть у Господня. Кришна является в этом материальном мире, нисходя из Своей собственной обители. Кришна является Бхагаваном, Вы знаете это. Брама Самхиди сказано очень ясно. Он един, реальность существует для себя и реальность сама по себе. Его положение, деятельность, все это предназначено для его собственного удовлетворения, не для удовлетворения другого. Как бы то ни было, этот Кришна, который является Верховной Личностью Бога, явился в материальном мире и показал Свои игры нам в Своё время. И затем вновь ушёл, и затем ушёл со своими параферналиями, обителью и так далее. Бхактинут Акур сказал о Махапрабу. Махапрабу, Махапрабу, со своими параферналиями, спутниками и обителью, приходят в материальный мир и появляются перед нами, совершают игры и уходят. Факт таков. Нижендрио татпан – это кама. Удовлетворение своих чувств, кама, удовлетворение чувств Кришны, према. Атмендрио притиванча, даре каам, наам, атмендрио притиванча, таре боди каам, и Кришны дрио притиванча, даре према наам. Атмендрио притиванча, даре каам, наам, и Кришны даре каам, и Кришны даре каам, и Кришны даре каам, и Кришны даре каам. Так выразился об этом Ковирачгу свами. Я думаю, все Вайшнавы, почему они просили Ковираджа Госвами написать Чайтани Чаритамриту, это также одна из причин. Никто нигде не представлял эти истины. Только Рупа Госвами представил их на санскрите, не на бенгальском языке. И эти истины были недоступны для бенгальцев, как бы мы могли их понять. Обычные люди и Вайшнавы, то, что они получили, знания, они получили от Ковираджа Госвами, Вайшнава Сампрадая во Виндаване. Они просили Ковираджа Госвами, напиши Чайтани Чаритамриту и опиши природу Махапрагу. Внешняя и внутренняя причина, причина явления Махапрагу. Ты дай нам эти истины. Но существуют более глубокие и очень глубокие положения, вкус которых был известен Ковираджу Госвами. Вишванат Чакраварти Такур был столь учен, но он не мог понять смысл этих слов. 24,5 форма мантра, каким образом это появилось. И тогда ему приснился сон, и сама Радхарани дала ему знания. Когда мы будем пытаться понять материальный мир или духовный мир, это не вопрос. Вопрос в следующем. Повсюду присутствует влияние и присутствие Кришны. Но этого чувства нет у нас, поэтому мы находимся в мае. А иначе мы можем жить в измерении трансцендентного мира. Мы можем жить, если мы будем чувствовать. Гуру Махарар сказал, все существует в сознании, но сознание необходимо. Сознание имеет две формы. Одна под контролем маи, это мая. А другая чистое сознание, сознание Кришны, существует на трансцендентной платформе. Мы пытаемся войти, вступить на трансцендентную платформу. И это возможно благодаря процедуре данной Чайтани Махапрабу. И постепенно или внезапно мы получим это нечто. Но кто получит, а кто нет, мы не можем сказать. Много раз я говорил, существуют две волны. Много раз я говорил это и чувствовал, две волны текут в этом мире. Но в любой момент можно вступить в одну из этих волн. В любой момент волна может подхватить меня. Я не могу оставаться здесь. Я даю ответ и прячусь от этой волны. Но волна... Но это факт. Две волны, я говорил. Одна трансцендентная, другая материальная волна. Материальная волна дает рождение. Ушедшие души, те, кто покинули мир, должны родиться. И в середине есть некое время, между рождениями, выбранное для него нейтральное положение. Он находится в этом положении, в нейтральном положении, в форме духа, в середине, между рождениями. Но эта материальная волна, когда приходит, она наделяет нас новым телом, рождением. Как шторм. Как шторм. Тот, на кого попала волна шторма, ураган, он теряет чувства. Ушедшие души, также теряют чувства, и буря увлекает их в шторм. И происходит многое рождение. Соответственно, карми. Это такая теория. В писаниях она дана. Как бы то ни было, Кавирадж Госвами сказал. Кавирадж Госвами сказал. Это очень думательное. Три йога атко и лакама мая. Каким образом мы можем оказать сопротивление? Если Кришна присутствует повсюду, тогда мы не можем воспротивиться этому присутствию. И вещь идет только об одной процедуре практики. Настроение жертвенности и преданности. Тогда все будет трансцендентным измерением. И это явление называется высшая мукти, высшая освобождение. Браджа гопи Одно измерение очень темное. мы не можем ничего видеть в нем. Только влияние этой тьмы мы можем чувствовать. Не можем избежать его. В группе преданных где-то произошло какое-то происшествие нарушение закона в этом материальном мире. Мы видели. Они нарушают материальные законы. Они получают наказание. Материальные наказания. Где-то. Но с каждым днем приходит свобода в материальном мире. Сейчас несколько человек живут в Дарматале возле рынка. Но по бенгальским понятиям вместе жить вне брака нельзя. Это уважаемые люди, но у них есть материальные качества и они одаривают счастьем других. такие люди. Они там живут. Это Джон. И обычные люди этого не знают. У кого есть знания, тот знает. Но это не естественно. Но в действительности это естественно, согласно законам природы, но не согласно законам бенгальского общества. А общество в других местах общество наказывает такие отношения. Убивают также. Мы видим в газетах, читаем в газетах. Многие были убиты. люди, которые нарушали законы общества. Были убиты другими. Там, где присутствует влияние Майи, как можно избежать его? С каждым днем все становится все более и более адским. ради удовлетворения обычных людей, они пытаются собирать материальное наслаждение и нарушают законы и изменяют закон. Посуду мы видим во многих местах, закон изменяется, как в Германии. в Германии. Я не знаю обо всех странах, но я слышал, в Германии такое происходит. Но все связано с камой и премой. но мы всегда мы ведем жизнь служения и это трансцендентное служение нашему Господу. и мы занимаем себя, стремясь к освобождению. И это освобождение должно прийти к нам. Но когда мы не можем сказать? Поэтому мы должны следовать материальным законам, по крайней мере законам общества, не должны быть порушены. Так мы поддерживаем себя в этом материальном мире. Это происходит. Но мы всегда ненавидим, 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 можем делать это, но решение не придет. решение проблем придет благодаря преданности Господу и служению. Гуру Махарадж имел вопрос о том, что если хорошее преданное дело и что-то неправильное, какое наказание его ждет? Гуру Махараджа всегда поддерживал материальный закон. Он считал, что он должен быть наказан в соответствии с материальными правилами, законами. и он спросил Прабхупада с Расвати Такура. Но с Расвати Такур другие давали ответ. Твоё будущее будет более возвышенным. В будущем ждет уровень служения, но ты смотришь в прошлое. как муравей в храме из драгоценных камней. Это плохо. Но Прабхупад Сарасвати Такура не ответил в полной мере Гуру Махараджа. Но через шесть месяцев, когда он был в Мадрасе, однажды Прабхупад читал Бхагават. Сам Бхагават. Сам читал. И внезапно эта шлока попалась ему на глаза. Прабхупад показал шлоку в книге. Гуру Махараджа сказал, вот ответ на твой вопрос. За шесть месяцев до того на крыше Гуру Махарадж задал вопрос. Он забыл о том эпизоде. И вот Сарасвати Такур сказал ему, вот ответ на твой вопрос. Гуру Махарадж подумал, а какой у меня вопрос? И он вспомнил, о, 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 Тот, кто действительно предан, для него нет необходимости следовать. К нему неприложимы материальные законы. Кришна живет в его сердце. Кришна очистит его. Кришна очистит этого человека. Единственное необходимо — быть преданным. Преданным Кришне. Дхуноти означает, он, Кришна, очищает его сердце, не устраняет его оскорбления. Все. Сам Кришна делает это. Каким образом? Он утат. То, что мы сделали, плохого. Если мы понимаем, мы ненавидим сами себя, раскаиваемся. Зачем я это сделал? Сожаление. Сожаление. Сожалеем о том, что мы сделали. Раскаиваемся. И посредством раскаяния грех сгорает. Тот, кто предан Господу и совершает служение Господу. Иногда, если Он делает что-то, совершает проступок, то Кришна очистит его от этой сквербы. Для Него нет необходимости совершать пращитту. Нет необходимости совершать. Последовать этим процессам. Сри Кришна Нам Атмаха. Кришна Нам настолько могущественен, если Кришна явится в Твоем сердце, поскольку Нам и Нами не отличный звук, звуковая вибрация, трансцендентна. Трансцендентная форма вибрации – это Кришна Нам. Когда он не является в Твоем сердце, то вся тьма уходит. Комната может оставаться темной в течение ста лет, но достаточно зажечь одну спичку и вся тьма исчезнет благодаря свету одной спички в таком роде. Когда Кришна является Шудда Кришна Нам, Шудда Кришна Нам означает «без оскорблений». Шудда Кришна Нам. Без оскорблений повторять Харе Кришна мантру. Это называется Шудда Нам. Без оскорблений. Но если вы не можете делать это, вы получите полноту освобождения, полноту результата. Тогда за пределами освобождения вы достигнете прочного, устойчивого положения, за пределами выше освобождения, так сказано в Писаниях. Как бы то ни было, поэтому необходима преданность, любовь, нежность по отношению к Господу, Кришне. Это главное условие, главное явление. И тогда Кама превратится, произойдет трансформация от Кама к Прэмми по Его Божественной воле и благодаря Его Божественному влиянию. Кам андхотамо Прэм нирмал бхаскор. Здесь очень чистое, ясное выражение дано. ясный свет, счастливый свет, не обжигающий свет, а другое явление — тьма. Такое положение. Необходимо избегать тьмы и избегать тёмной комнаты и идти туда, где светит свет. Мы говорим «мукти, мукти, мукти». Это слово произносим, но истинный смысл таков. Из тьмы, из тёмной комнаты перейти в освященное место. и это мукти. Поскольку у вас есть эта воля, чувство, мышление, любовь и нежность автоматически явятся, любовь и нежность к Господу, и вы будете спасены и от тьмы. Необходимо обсуждать эту шлоку. Необходимо объяснять каждое слово и каждое чувство, могущественное чувство, заключенное в этих словах. Тогда мы будем чисты, очень быстро очистимся. Харьи Кришна.